МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе «Середина земли» специальная техника. С экскурсией в пожарном поезде побывали школьники из Чернышевска. Исцелиться душой и телом теперь могут гости алтайского курорта. В регионе появилась статуя Будды Медицины. Об истории ее создания через несколько минут. Эфир телеканала Аист продолжает международный информационный выпуск «Середина земли». С новостями из Абайкальского края вас познакомят корреспонденты из Читы. В студии Татьяна Салихова. Здравствуйте. Не для того, чтобы справиться с пожаром или аварией на путях, а просто рассказать о своей работе юным забайкальцем. С экскурсией в пожарном поезде побывали два десятка ребят из Чернышевска. Обычно место своей дислокации спецпоезд покидает в случае крайней необходимости. Где-то происходит обширное возгорание или произошла авария на путях. И есть большая вероятность начала пожара. Сегодня немного другой случай. На экскурсию сюда приехали ребята из Чернышевска. Родители многих из них – железнодорожники. А сами они сейчас обучаются на малой железной дороге. Первым делом школьникам рассказывают об устройстве состава и его характеристиках. В составе экипажа шесть человек. Они обслуживают поезд. Но при необходимости он может взять на борт и пару пожарных расчетов. К локомотиву пристыкованы несколько вагонов. В том числе специальный с адсорбентами для ликвидации разливов нефти и других продуктов. А также две железнодорожных цистерны общим объемом 120 кубометров. Мощный компрессор позволяет потушить любое возгорание в радиусе 150 метров от поезда. Также к нему можно присоединить несколько пожарных рукавов, чтобы перелить воду в пожарные автомобили или же приступить к тушению прямо с места водой или специальной пеной. Именно возможность самому попробовать подержать в руках огнетушитель или рукав так привлекает ребят. Особо понравилось у Козыркова, когда разные стороны и из огнетушителя порошкового. Потому что, ну, эффекта было много. Мне понравилось. Спасибо еще, можно сказать, тем людям, которые устроили для нас это мероприятие. У нас так первый раз. Ощущения очень прекрасные. Я бы хотела еще на такой открытый урок. Довольны тем, что они сами посмотрели, что такое пожарный поезд. Сами посмотрели, что такое пожарная техника. Вот сейчас им дали возможность даже поработать, руками потрогать. Я думаю, что для ребятишек это очень, такое будет, наверное, впечатлительное мероприятие. Они, наверное, надолго запомнят вот эту экскурсию. Вполне возможно, что в следующий раз состав отправится в Могочу. Там тоже хотят провести подобную экскурсию. Затем на очереди и Белогорск в Амурской области. Антон Матушевский, Владимир Дементьев. Середина земли. Забайкальский край. Ночь расстрела семьи царя Николая II в 1918 году спустя почти столетие стала для России ночью памяти святых царственных страстотерпцев. В Екатеринбурге, где произошла кровавая расправа над мучениками, в последние годы крестный ход собирает до 60 тысяч человек. В чете ночное богослужение и крестный ход в день памяти святых мучеников прошли впервые. Только свечи, молитвенное пение и слезы на глазах. Память о той страшной ночи с годами словно становится все острее. Необъяснимым образом для людей 21 века царская семья оказывается близкой и родной. Вот сегодняшний момент, вот вообще это больно. Как никогда, скажем так. И вот настолько тоже становится страшно, настолько это все близко. Пора бы остановиться, задуматься, потому что у нас дети, у нас будущее. Если нет прошлого, какое у нас будущее будет? Впервые эту июльскую ночь прихожане Читинского кафедрального собора провели в храме. В пределе святых царственных страстотерпцев священники епархии во главе с епископом Нерчинским и Краснокаменским Дмитрием совершили божественную литургию. Служба была особенно проникновенной, и в сердцах многих прихожан боль сострадания смешивалась с радостью духовной победы. После литургии состоялся крестный ход вокруг собора, пронесли святые иконы, вознесли молитвенные обращения ко Господу и святым мученикам, священники окропили святой водой пути и всех прихожан. А утром 17 июля в конференц-зале Кафедрального собора открылась выставка исторической современной фотографии дорогой цесаревича Николая. Уникальные фотографии и исторические сведения о пребывании цесаревича Николая в Забайкалье были собраны организатором выставки Ириной Васильевой. На выставке представлены фотографии священнослужителей, фотографии духовных училищ, которые посещал цесаревич, фотографии учеников этих училищ, редкие фотографии из фондов музеев, например, Усть-Карска, где выяснилось, что это арка цесаревича. Пока такой фотографии мы не видели. По крупицам сегодня собираются сведения о путешествии наследника престола, будущего святого царя-мученика Николая II по Забайкалью. Строились триумфальные арки, выстилались пути с укном, ремонтировались мосты и дороги, оборудовались пристани. Необыкновенный народный подъем, с которым встречали тогда наследника престола, передается даже в фотографии. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Бурятии. Они уже с нами на связи. Здравствуйте, расскажите, что интересного произошло у вас. Здравствуйте, Улан-Удэ на связи. О новостях расскажу вам я, Ася Касьянова. Бурятия примет Байкальский медицинский форум. Он объединит около 300 участников, специалистов из разных регионов России. Также в нем будут участвовать представители из Монголии. По итогам форума предполагается принять резолюцию, в первую очередь направленную на привлечение молодых специалистов в сферу здравоохранения и к другим заметным событиям. Буддийскую ступу установили на знаменитом алтайском курорте. Отдыхающие приходят туда не только помолиться и посмотреть на буддийскую достопримечательность, но и просят исцеления. Ведь на этом месте стоит статуя Будды медицины. Идея возвести ступу родилась у местного алтайского художника Владимира Войчишина. Он автор многих необычных архитектурных задумок в родном крае. Я сделал ступу. И в ступор встал. Думаю, ну она не будет работать. Это как построить просто сооружение какое-то. Оно мертвое будет. Думаю, мне надо какого-то буддийского монаха. И внезапно он через неделю приехал в Белокуриху подлечиться. Ну естественно, я с ним сразу встретился, объяснил всю эту ситуацию. Я никогда его раньше не знал и не видел, и не слышал даже о нем. Случайная встреча произошла год назад. Тогда настоятель бурятского Дацана осветил место и рассказал, как правильно возвести святыню. После этого ее автор отправился в Бурятию за священными реликвиями для закладки в ступу. В нашей республике художника ждал подарок. Настоятель Дацана на Лысой горе подарил статую Будды Медицины и молитвенные барабаны. Неважно, буддистов или нет, Будды Медицины будет полезен всем. Основная причина всех наших заболеваний психическое состояние, состояние ума. Если у человека сознание здоровое, то он и меньше болеет. Поэтому сострадание Будды Медицины в первую очередь направлено на гармонизацию и успокоение ума, устранение всех препятствий. Все, кто будет совершать поклонения и обходы вокруг Будды и ступы, обретут физическое и душевное здоровье. Также эта ступа будет своей силой оберегать весь Алтайский край от бед и раздоров. Теперь здесь собираются паломники со всего мира. Не только полюбопытствовать, но и исцелиться, несмотря на то, что путь к этому месту нелегкий. А сюда я приехала за здоровье. Я даже, они меня уговаривали, да высоко, да куда мне тут с моими больными ногами и все прочее. А сейчас я довольно радуюсь, господи, сколько я лишних годов может быть заработала здесь. Место очень классное, красивое, стильное. Потом и Будда, медицинский Будда здесь, может и получиться, и лечение. Но все равно самое важное это ум. Вокруг святыни нужно пройти не менее семи кругов, а лучше, как говорят буддисты, 108. Уж тогда молитвы точно будут услышаны. Юлия Пермякова, Алтайский край. Из Абайкальского края в Улан-Удэ привезли пожарный ствол, который символизирует единство, дружбу и сотрудничество огнеборцев России. Его торжественное передача прошла на площади Советов. Акция посвящена объявленному в системе МЧС России году пожарной охраны. Идея сделать обычный пожарный ствол, предназначенный для подачи воды к месту возгорания символом пожарного братства, принадлежит забайкальским огнеборцам. Именно они сегодня из рук в руки передали его своим коллегам. Традиции, которые передали нам наши предшественники, старшее поколение пожарных, мы их продолжаем, чтим и соблюдаем. Это мужество, пожарное братство, взаимовыручка. Где бы ни были пожарные в любом месте Российской Федерации, дойдут до пожарной части, они всегда помогут, окажут помощь и так далее. Ну и мы это должны передать нашему будущему поколению, к тем, кто придет на смену нам. Прийти на помощь коллеге, подменить, подсказать. Внегласное понятие пожарное братство существует по всей России и передается из поколения в поколение. Евгений Богданов знает об этом не понаслышке. Он огнеборец уже во втором поколении. Помнит, как приходил к отцу на работу. Конечно, тоже хотелось так же, как и отец, попасть куда-нибудь на тушение пожара. Там все это гул, гром, все это. Детские, конечно, первые впечатления, они интересны, все хочется, ну, соответственно, Ну, попали вы на первый пожар. Забылась мечта. Вот, повторил, грубо говоря, судьбу отца. Ну, продолжаем служить. А сегодня и его сын, и сотни других ребят, и даже девчонки хотят спасать людей и тушить пожары. Мне бы хотелось попробовать стать пожарным, потому что ты помогаешь не только себе, но и природе. А ты не боишься, что страшно в горящую избу заходить? Нет. Ну, без риска человек ничего не узнает. В Бурятии эстафета пройдет через 9 населенных пунктов и закончится в поселке Выдрино, где пожарный ствол передадут пожарным Иркутской области. Эстафета пройдет через всю Сибирь и завершится в Красноярском крае. Елена Власова, Сергей Костенко, Середина земли, Бурятия. Китайские ученые обнаружили в одной из гробниц во внутренней Монголии фреску площадью более 30 квадратных метров. Давность ее создания около двух тысяч лет. Фреска состоит из десятка изображений, и она частично покрывает стены и потолок гробницы. Находку относят ко времени династии Восточная Хань. Далее передаем слово коллегам из Пекина. Здравствуйте. О чем расскажете в этом выпуске? Здравствуйте, конечно, на самых заметных, интересных событиях, связанных с Китаем, в статистике, Сен-Джунань. Вокруг света за 80 дней теперь на электромобилях в экстремальное путешествие отправились 11 команд со всего мира. Стартовали в Испании, затем проехали по территориям Португалии, Канады, США и, наконец, доехали до китайского Гуанчжоу. Цель пробега – доказать, что электромобили могут быть не только городским средством передвижения. Задача уложиться в Жульверновские 80 дней вокруг света усложнилась. 11 команд из разных стран Китая, США, Германии, Испании пустились в это опасное приключение на электромобилях. Стартовали 16 июня из Испанской Барселоны. Впереди 25 тысяч километров пути. В дорожной карте обозначены 20 обязательных для отметки точек, расположенных в странах Европы, Америки и Азии. Капитан китайской команды Дзун-И рассказал, что путь был нелегким, но он счастлив проделать его и представлять свою страну на международном уровне. В первую очередь я принял участие в этом путешествии, чтобы показать, что новая эра уже пришла, ведь мы едем на электромобилях, а еще у меня появилось много новых друзей и новый опыт, которого не было прежде. Участники автопробега на электрокарах надеются, что их активность поможет повысить уровень осведомленности жителей разных стран о необходимости охраны окружающих. Цель нашей поездки – популяризация этого экологичного вида транспорта во всем мире, и мы хотим показать, как важно сохранить чистый воздух на планете. Я никогда не думала о возможности такого тура и сейчас удивлена. От китайской команды мы узнали, что на их пути было много трудностей, но все удалось преодолеть. В ближайшие дни международные экипажи проедут через другие китайские города, включая Ханжуу и Сиань. Дальше их путь лежит на запад, в Казахстан и Россию. Победный финиш состоится в Барселоне в начале сентября. Татьяна Климова, Си-Си-Ти-Ви. Пекинский театр «Комедиат» праздновал первую годовщину, основанную в здании бывшего Восточного театра после реставрации и ребрендинга. Он стал не только коммерчески успешным, но еще одной достопримечательностью в окрестностях знаменитой площади Тяньямэнь. Подробнее об успехах театра в следующем репортаже. 35 постановок, более 200 представлений и около 180 тысяч зрителей. Таковы итоги первого года работы Пекинского театра комедии. Храму искусства удалось заработать почти 30 миллионов юаней или 4,5 миллиона долларов при средней цене билета 30 долларов. А в новогодний период вход для детей был вдвое дешевле. В самом театре уверены доступные цены, ключевая составляющая успешных сборов. Еще перед открытием театра мы поставили себе цель провести не менее 200 представлений. И мы это сделали. Удалось заработать 29 миллионов юаней. Мы вышли на сбалансированный бюджет с прибылью. Это хорошее начало для нового театра. Помимо демократичных цен и разнообразия постановок, театр привлекает своего зрителя интерактивностью. Каждый вторник все желающие могут посещать актерские уроки и всевозможные семинары по выходным. В первую годовщину самых преданных поклонников пригласили на сцену. Они смогли ощутить себя настоящими артистами и прочувствовать всю прелесть импровизации. И главным партнером стал легенда и художественный руководитель театра комедии Чэнь Пэйси. Именно его компания ДАДАО совместно с Национальным Центром Исполнительских Искусств и Центром Восточных Единоборств основали этот храм поклонников комедии. Фуберти еще долгий путь. От культурной революции до начала 80-х годов люди не имели возможности смотреть даже короткие комедийные постановки. С тех пор жанр переживал взлеты и спотения. Лишь в 2001 году мы поставили большую комедию в Театр Капер. Та версия была неплохая, но она состояла из нескольких маленьких скетчей. То есть это не было ценным произведением. Шаг за шагом мы изучали жанр, работали над структурой пьес и постановок. Сейчас большинство бавлярных спектаклей во-прежнем построено на комедии с миг абсурдной ситуации и не имеют логичного сюжета. Тем не менее, я наблюдаю значительные улучшения ситуации. Все больше люди идут в эту профессию. В день открытия театра в июле прошлого года публики представили постановку под названием «Подмостки» спектакль о закулисных шалостях артистов с Чэнь Пэй Си и ветераном китайской сцены Ян Ли Синим в главных ролях. На годовщину состоялась премьера экспериментальной остросюжетной комедии с элементами интерактива под названием «Дом». Год успешной работы театра говорит о росте популярности жанра в Китае, но по словам его основателя, это только начало, первый шаг на пути к фирменной китайской комедии. Игорь Злотников СиСи ТВ У меня на этом все, о других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин